В Ханты-Мансийске проходит Кубок России по Северному Многоборью. Он включает в себя несколько дисциплин, в их числе тройной национальный прыжок. По этому виду известны победители. Первое место среди мужчин и женщин заняли спортсмены из Магадана. Второе у югорчанки Марии Ижик. О том, как продолжается борьба спортсменов за лидерство, в следующем сюжете. Первый, второй и финальный прыжок. Чтобы выполнить его на отлично, спортсмены прикладывают максимум усилий. В жизни в тайге коренные жители также ловко преодолевают болотистую местность. Есть у северных народов и легенда о возникновении тройного национального прыжка. Она рассказывает о том, что именно так охотник смог спастись от волчьей стаи, прыгнув сразу двумя ногами на камень в речке. Это и есть то отображение всех традиций спорта, тем самым, как он силен. Ну, потому что, сейчас он попробуй объяснить. Так как все виды, они сами собой произошли от конкретных действий, двигательных навыков, которые необходимы в жизни любого таежника или тундровика. Помимо прыжка, спортсмены прыгают через нарты, бегают с палкой, соревнуются в метании топора и тензиана на хорей. Тензиан символизирует аркан, с помощью которого отлавливают оленей. Состязаются в личном и в командном первенстве. Участие строго с 18 лет. И если раньше девушек допускали только в три вида состязаний, теперь для них открыто пятиборье. Занимаю места в основном в топоре. Рекорд-то округа у меня. Сколько? 119 метров. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас был уровень не только всероссийских соревнований, но также международных соревнований с другими странами. На Кубке России собрались около ста спортсменов из Красноярского края, Магаданские и Тюменской областей, республики Саха, Чукотского, Ямалоненецкого и Ханты-Мансийского округов. Соревнования проходят сразу на нескольких площадках. В спорткомплексе и невзирая на мороз на улице. Палка для коренных народов Севера всегда была помощницей в тайге. Помогала преодолевать овраги и крутые склоны. Но несмотря на то, что навыки участники используют в привычной жизни, спортсмены к выступлениям готовятся дополнительно. Конкуренция серьезная. Борьба за звание чемпиона продолжается. Имена победителей станут известны в конце этой недели. Денис Нобойщиков, Александр Амелина, Наталья Маковецкая, Сергей Ваяшко. Вести Югоре. Ханты-Мансийск.